Hello, my darlings, с вами Симона, и мы с вами продолжаем читать, играть в нашу любимую визуальную новеллу Love Money Rock'n'Roll. Напоминаю вам, в прошлой серии нас почти взяли в группу, но мы такой гордый никокун, что мы сразу не соглашаемся, а мы сразу идем в бар. Многоточие. А что, так поздно сразу стало? Когда я вышел на улицу, уже изрядно захмелев, небо над городом покрыло россыпь звезд. Пара-тройка кружек пива позволили мне успокоиться и собраться с мыслями, возможно, передышка была действительно необходима. Да, конечно, сейчас не до музыки, не до изучения нотной грамоты. Хотя сложные в несколько раз листки с партиями Z-Fills топорщили карман. Очень странная, очень странная. Почему опять в начале серии происходят проблемы с чтением? Может, потому что они по жизни просто есть? Не знаю. Как бы там ни было, однако из этой ситуации можно было извлечь не только эмоциональную выгоду, но и что-то более практичное. Как бы там ни было, и однако, и постольку-поскольку, блин, и кроме того, все, надо было сюда запихать. Я с отвращением вспомнил слова Кагаме о том, что мне стоит сблизиться с Элли. Вызывают ли они сейчас у меня такое же отвращение, как в первый раз? Наверняка Ивамура будет рада, что я весьма преуспел в налаживании контактов. Тьфу! Я на секунду представил, что в моей жизни все, наконец, приходит в норму. Кабояши Корпорейшн отпускает отца Кагаме, Ирина возвращается в СССР, Кэтрин уезжает в Америку, где есть самое место. Да я устала, реально, я не понимаю. Бедная Кэтрин, что она ему сделала? Ну, понимаю, что когда-то она что-то ему сделала, но, блин, сколько можно? Ее нет, просто, понимаете, ну она не фигурирует вообще никак. Он все никак успокоиться не может. То ли чарующая сказочность воображаемой картины сыграла свою роль, то ли помог алкоголь, но я на добрые десять минут провалился в это видение. А я сейчас чихну. Или нет. Забыв обо всем, просто плыл по ночным токийским улицам, вдыхая полной грудью пряный воздух свободы и безопасности. Пока тревожная мысль не пронзила сознание. Где ей самое место? Лепестки, лепестки, сейчас спокойно. Стоп! Я ведь говорю о Кате. О девушке, которую поклялся любить вечно. Ну и дебил. Картина светлого будущего тут же померкла перед мысленным взором. Вот яркие краски темнеют, холст покрывается грязью, паутиной и плесенью, а затем истолевает. Разве могу я так легко выкинуть из сердца чувство, которое определяло все мое существование на протяжении последних лет? Разорвать в клочья, растоптать и выбросить любовь, которая оказалась нерушимой еще так недавно? Что же займет ее место? Или мне так и суждено до конца дней своих ходить по земле с дырой в душе? Кошмар. Я сам выбрал такую жизнь. Я поклялся. Пусть не ей, но себе. Из глаз брызнули горячие слезы. Ой, ты бедненький, прям даже заплакал. Блин, а я издеваюсь, сижу. Даже стыдно стало. Ну ладно. Ну я гнида, и что поделать? И ничего вы мне не сделаете. Но я так и не понял, чего в них было больше. Сожаления или обиды. Многоточие. В окнах моего дома горел свет. На улице было достаточно свежо, и я успел уже немного протрезветь. Но предательская легкость в голове безошибочно давала понять, что со стороны все равно все видно. Мне не хотелось показываться химицу в таком виде, особенно после того, как мы расстались в прошлый раз. Не виделись несколько дней. А чем занимался я? Впрочем, особого выбора не было. Не на улице же ночевать. Я открыл дверь, медленно разулся и также медленно прошел на кухню. Старался контролировать каждый шаг, чтобы не шататься или еще как не выдать свое веселое настроение. Вот она моя зяйка. Не как он. Химицу сидела за пустым кухонным столом. Как же, вон там книжки какие-то лежат, чашки стоят. Добрый день, то есть вечер. И моментально потерпел фиаско. Ты поздно. Да, вот так получилось. Она бросила на меня короткий взгляд, но этого было достаточно. Ты пил? Самую малость. И чего я оправдываюсь? Меня вдруг взяла лютая злость на самого себя. Твое дело, сказала она настолько спокойным тоном, что желание оправдываться стало еще сильнее. Солнце? Ну не надо так делать. Да не надо ее называть солнцем. Нет, не знаю, может ей нравится. Может быть ей нравится. Я не знаю. Подай сигнал. Просто дай знак. Тебе нравится? Нет. Потому что мне не нравится. Ужасно не нравится. Как? Ты знаешь. Не знаю. Вести себя пассивно-агрессивно. Пассивно-агрессивно? Не как он? Не как он. Я не хотела так читать. Извините. Извините. Грозно усмехнулась она. А, она усмехнулась прям. А ты как себя ведешь? Активно-агрессивно? Да я не... Весь хмель вдруг взял и вышел. Вот так сразу. Извините. Мне стало не хватать воздуха, и я прислонился к стене. Впрочем, это твое дело. Я уже говорила. Солнце. Котенок. Солнце. Малышка. Детка. Фу. Бэ. Кошмар. Не называй меня... Вот, ей не нравится... Можно пожать вашу руку, пожалуйста, миледи? Наконец-то она отрастила себе что-то. Что позволило ей нормально отстаивать свои границы. Не называй меня так. Ее голос дрогнул. Не называй меня так больше. Ты не имеешь прав... А, не в этом смысле. Ну ладно. Химицу, послушай, я просто зашел с барменом поболтать и немного засиделся. Да хоть бы вообще не возвращался. Но это все еще мой дом. Глупо улыбнулся я. Что со стеклом около двери? Вдруг сменила тему она. Разбилась. А с дверью? А что с ней? Думаешь, ты все так здорово отмыл? Думал, да. Ника-кун, с каждым днем ты все глубже увязаешь в чем-то опасном. Сначала просто разговоры, а теперь тебе уже и стекла бьют. Это разные люди. Ах, значит, теперь их стало несколько. Обреченно всплеснула руками Химицу. О стеклах и двери волноваться не надо. А о чем тогда надо, Ника-кун? Как я узнаю, о чем волноваться, а о чем нет, если ты мне ничего не рассказываешь? Слушай, так ты вообще несколько дней не появлялась, между прочим. Как тебе рассказать, если ты вообще неизвестно где? Ни о чем не надо, очень тихо сказал я. Что? Говори громче, я не слышу. Ни о чем не надо, практически прокричал я. Разве ты не понимаешь, что я так пытаюсь защитить тебя? Герой, чем меньше ты знаешь, тем лучше. А меня ты спросил, нужна ли мне такая защита? Разрыдалась она. Ты просто не понимаешь. Да, я не понимаю. Но очень хочу понять. Многоточие, я не знала, что сказать. Выливать на химицу всю правду сейчас казалось малодушием. Она и так сделала для меня достаточно, чтобы теперь еще и жить в постоянном ожидании беды. Ника-кун, ты и будешь молчать... Так и будешь молчать, Многоточие. Ладно. А, это не... Ладно, тогда я пойду. Спокойной ночи. Только и смог выдавить из себя я, Многоточие. Надо было поплакать вместе просто. Че вы как эти? Когда она ушла, жутко разболелась голова. Я налил полстакана виски и выпила его с залпом. Облегчение пришло практически мгновенно. Блин, вот вообще не понимаю такого лечения, если честно. Типа, да, там чуть-чуть какие-то сосуды расширяются. Че-то там вот это вот. Но... Не знаю, мне никогда не помогало, если честно. Не советую. Лучше все-таки как-то какой-то проверенный хороший обезбол принимать в таких случаях. И не терпеть боль никогда. Нельзя. Вся моя радость продлилась всего пару часов. А затем жизнь вновь ударила по голове ключом. Разводным. И с каждым разом эти удары становились все больнее. Я достаточно ясно понимал, что такими темпами Химицу окончательно отвернется от меня. И весьма скоро. Самое страшное, что тихий голос в глубине души нашептывал, что оно может и к лучшему. Но ведь еще вчера я так хотел вновь увидеть ее. Опьянение, вновь ударившее в голову вместо грустного и полного укоризны лица и к Химицу, вновь и вновь вытаскивало из памяти улыбающееся лицо Эли и образ Кагаме, что казалось уж совсем неуместным в данной ситуации. Щеки горели от стыда, но даже не столько от стыда перед Химицу, сколько от стыда перед самим собой за то, что я накладываю на себя недостаточно строгую эпитимию. Накладываю на себя недостаточно строгую эпитимию. Так, настало время гуглить. I don't know. What does it mean? Эпитимия. Что это? Реально, вот правда, первый раз слышу такое слово. Церковное наказание. Я из церковных таких штук знаю только анафема слова. Церковное наказание. I don't know. Недостаточно строгую. Типа какого издержания. Не понимаю, не понимаю. Да, у меня полно других проблем. Да, мне в первую очередь стоит думать о своей жизни, которой угрожают многочисленные опасности. Но зачем жить без тех, кто тебя любит? Эли Кагаме, я знаком с ними краткий миг, и мне не дано знать, что будет дальше. А Химицу, она вот, рядом. Не грядно, она ушла уже вообще домой. Живет через... А, в этом смысле. И Кэтрин. Я не могу просто выключить мысли о ней. Однако, как я не старался, у меня не получалось представить столь же радужную картинку грядущего с Химицу и Кэтрин, как это удалось днем без них. Ой, ой-ой-ой, вдарила нам по голове. Бутылка виски пустила на глазах омутный янтарный туман, плескавшийся в ней благополучно перекочевал ко мне в голову и в желудок. Все сложнее было увязать друг с другом беспорядочно всплывающие в сознании образы. Наконец, я все-таки закупорил бутылку и кое-как добрался до кровати. Нельзя завтра весь день валяться в постели, страдая от похмелья. Нельзя? Ну, почему нельзя? Ответ на вопрос мог дать только новый день. Какой день? Число быстро мне. 19 сентября 87-го года. Кто открывает ему дверь утром? Не понимаю, кто эти люди. Особенно недобрым бывает утро, когда оно недоброе только для тебя, а всем остальным оно кажется прекрасным. С улицы прямо мне в лицо ярко светило солнце, в комнате было на удивление тепло, даже после сентябрьской ночи. Я перевернулся на другой бок, но сразу понял, что заснуть уже не удастся. Воспоминания о вчерашнем вечере начали проступать в памяти кусками, как элементы мозаики. Вскоре выстроилась более-менее цельная картина, и я поблагодарила вчерашнего себя за то, что он вовремя остановился. На часах было еще довольно рано для утра субботы, но самое время для открытия ресторана. Я кое-как сел, встряхнул головой, затем встал и, шатаясь, побрел в ванную. Он к Кагаме сейчас поедет? Прохладный душ взбодрил меня достаточно, чтобы действовать. Сложно сказать, хватит ли Асакури с Кавашимой одного дня, чтобы прийти в себя, но терять время сейчас нельзя. Мне не было четкого плана действия, даже не знал, что собираюсь сказать Кагаме. Точно одно, если я сам ее втянула во все это, то мне и расхлебывать. Он еще и ответственность на себя берет. Трэш, что происходит? Телефонная трубка выдавала ничего, не значащие длинные гудки один за одним. Я звонил еще и еще, но никто так и не ответил. Очень странно. Можно было бы понять, если бы я звонил Химицу или Кэтрин, но Кагаме ведь живет в ресторане. Очень странно. Может быть, им телефон отключили за неуплату? Я не успел окончательно накрутить себя мыслями о причинах того, что мне не ответили, потому что эти мысли прервал дверной звонок. Вдруг это Кагаме? Я бросился открывать, но за дверью стоял... Ой-ой-ой-ой, Кагимару! С тобой желает поговорить Кабояши Дону. Коротко бросил он. По всему было видно, что в это погожее субботнее утро Кагимару предпочел бы находиться где угодно, но не на пороге моего дома. В мозгу боролись друг с другом различные варианты ответа, но те, что предполагали отказаться, быстро проиграли. Можно мне хотя бы одеться? Валяй, только недолго. Многоточие. По пустым улицам субботнего Токио дорогая европейская машина быстро несла нас к офису Кабояши Корпорейшн. Я не решался заводить разговор с Кагимару, потому что был уверен, ответа все равно не получу. Неужели все дело в том, что Элли предложила мне стать басистом в своей группе? Или меня везут убивать за то, что я плохо играю на басу? Оба варианта оказались нереалистичными, даже на фоне всех происходящих в последнее время событий. Так или иначе, за свою жизнь я мог быть до определенной степени спокоен. Слишком много сложностей для людей, обладающих такой властью. Значит, от меня хотят чего-то другого. А может быть, там типа у них какой-то богаческий родительский комитет? И там типа все друг с другом побазарили, что Никакун ходит и настраивает нищенок против их золотых деток. И типа он сейчас его будет отчитывать за то, что он до всех докапывается. И его подружка бьет эту... Я забыла опять. А Сакуру вот эту, что она ее типа ударила. Он же сказал, что типа ты за ней присматриваешь, чтобы она себя спокойно вела. Вот как бы пощечина на отморщ считается спокойным поведением. Я так не думаю. Бесконечная минута ожидания в лифте. И вот я вновь оказался на бог весь каком этаже в огромном кабинете Кабояши Джуна Главы Кабояши Корпорейшн. Буквально неделю назад здесь, ровно на этом же месте, он вызывал у меня не больше благоговения, но куда меньше страха. Наверное, дело в том, что мы сами пришли к нему. Пришли с определенной целью, запасшись хотя бы минимальной уверенностью в себе. Теперь настала его очередь требовать. Вот он стоит. Николай, очень рад, что нашел время зайти. Присаживайся, пожалуйста. На ватных ногах я подошел к стулу и плюхнулся в кресло, которое показалось мне через чур мягким. Как у тебя дела? Как школа? Все хорошо, спасибо. Я рад это слышать. У молодого человека, который так сильно заинтересовал мою внучку, должны быть отличные оценки. Блин, что теперь делать? Теперь с Элли будем мутить, да? Как его оставить девственником? Или он не девственник? Я не знаю. Нигде не было написано. Значит, речь все-таки пойдет об Элли. О чем же еще? Да я бы и не сказал. Ты уже догадался, что я позвал тебя сюда не для того, чтобы обсуждать твою успеваемость. Он сверкнул глазами, и вот это уже было по-настоящему страшно. Ты должен понимать, что у меня существуют определенные ожидания в отношении Элизабет. Они, конечно, аналогично распространяются и на ее круг общения. Если вы про то, что они позвали меня басистом, глупо залепетал я, но Кабояши Джун не дал мне закончить. Конечно, это тоже деликатный момент. Разочарованно вздохнул он. Я не одобряю подобных увлечений Элизабет, но и не могу всего ей запрещать. Когда были живы ее родители, они, как я всегда говорил, слишком много себе позволяли. Но теперь, когда их больше нет с нами, он встал, заложил руки за спину и подошел к окну. И было в этом действии что-то такое человеческое, простое и постарчески бессильное, что я на мгновение забыл, что передо мной тот, кто по щелчку пальцев может обрушить фондовые рынки по всему миру. У Элизабет больше никого не осталось, кроме меня, и я не хочу, чтобы она считала, будто я какой-то тиран. Он повернулся ко мне и продолжил все тем же тоном мудрого профессора, читающего лекцию. Но только пока это ее увлечение не выходит за рамки разумного. Поверьте, я полностью с вами согласен. Я рад это слышать. Однако вчера ты был в том подвале, где она репетирует? Эли... Эли Сан просто пригласила меня послушать. Тогда тебе, наверное, будет интересно узнать, что она не часто приводит туда гостей. Ну, я вообще догадалась, на самом деле. Многоточие. Я никак не мог понять, к чему он клонит. Что конкретно изменилось от того, что я вчера побывала у них на реп-базе? Николай, я очень ценил вклад твоих родителей в общий успех Кабояши Корпорейшн. Неожиданно улыбнулся он. И глаза закрыл, уснул. Вы уже говорили. И тут ко мне... И тут ко вполне объяснимому страху примешалась злость. Но я сдержался. Да, прости, старика. Память уже не та, что в молодые годы. Кабояши Джун замолчал и просто пристально смотрел мне в глаза. Капец, криповый дед. Только такой взгляд невозможно было выдержать долго. Кабояши Сама, я не понимаю, что я здесь делаю. А сам ты как думаешь? Я не знаю. В каких отношениях ты с моей внучкой? В каких отношениях, повторил я? Что это? Дедовская забота? Гиперопека? Но какого черта тогда он приплел моих родителей? Глубоко внутри начала разгораться ярость. Когда даже самый слабый зверь загнан в угол, у него остается только один выбор. Сражаться. Действительно ли от моего ответа что-то зависит? Ой, сейчас надо будет умирать. Если меня сюда привели просто, чтобы поговорить, то рано или поздно отпустят. И рано или поздно перестанут пинать урну. А если это такая игра окошки с мышкой, то мнение последней вряд ли имеет значение. Намекнуть на серьезные планы в отношении Элли, все отрицать. Все отрицать. Мы девственникам умрем. Все, Элли расстроилась. До свидания. Кабояша сама, мы просто учимся в одной школе, не более того. И это чистая правда. Мне даже не пришлось врать. Ну полноте, я не собирался на тебя давить. Вдруг смягчился он. Я просто хочу, чтобы ее, скажем так, увлечения не переходили грани дозволенного. Видимо, это значит, что мне стоит отклонить предложение Элли. Мы поняли друг друга, Николай? Поняли. Тогда Кагимару проводит тебя, многоточие. А, и это типа я таким образом сейчас отказалась от... От группы? И все, короче. Название этой игры никогда не будет оправдано для нас, да? Да, прикольно. Выйдя из офиса Кабояша Корпорейшн, я последовательно ощутил голод, злость и растерянность. К чему все это представление? Чтобы доступно втолковать мне, что не стоит общаться с Элли, достаточно было одного Кагимару. Или дед тоже считает, что я что-то знаю, прячу какие-то документы и все в этом духе. А, черт, я бессильно выругался и быстрым шагом направился прочь от этого проклятого Барадура. Барадура? Что это такое? Какая-то серия непонятных слов. Желудок уже начинал коллапсировать сам в себя, образуя черную дыру. К счастью, найти дешевый рамен в японской столице в 1987 году не так уж сложно, многоточие. Сытый и немного успокоившийся, я шел по полупустым улицам в сторону дома. Конечно, надо было еще раз позвонить Кагамену, после всего случившегося, ее проблемы для меня отошли на второй план. А вось у друзей Элли сегодня тоже выходной. Люди в последнее время доставляли мне слишком много проблем, поэтому я решил пойти туда, где их меньше всего, в парк, многоточие. В субботу-то в парке реально нет людей, а где они все? Как вообще все дошло до этого? В пьесе «Собственной жизни» я получил роль Ромео, только вот за мной не стоит могущественная семья Монтеки. А Кабояши Джун истинный Капулетти грозится окончить мой земной путь, если я только посмотрю на его Джульетту. А ведь наше сближение интересно и тем, что следит за разворачивающейся на сцене драмой со стороны КГБ в лице Ирины и КГМ, которая ищет отца. Если бы мы все оказались в другом произведении Шекспира, наш возможный союз наверняка был бы интересен и мне. Однако может статься, что я попал не в Ромео и Джульетту, а вполне себе в Гамлета. Понятно, что желание отомстить главе Кабояши Корпорейшн не более чем попытка погрозить небо кулаком. К тому же я не могу быть уверен, что виноват именно он. Всегда остается возможность того, что автокатастрофа была случайностью. Да и где-то в глубине души этот старик вызывает у меня того... не вызывал у меня того гнетущего чувства отвращения, что вызывают убийцы. Ребят, вы видели, короче, типа... Какие-то есть, как сказать, ну не тесты, а типа как проверочка такая. Тебе показывают просто кучу фотографий людей, и тебе типа надо понять, кто из них убийца. Ну просто, ну как бы там типа по наитию по какому-то посмотреть, типа вайбы какие от человечка идут, и выбрать типа вот этот вот убийца. Я, конечно, я никогда не отличалась какой-то гиперпроницательностью, вообще в людях разбираюсь плохо. Но и очень многие мои знакомые постоянно ошибались в такой фигне. Все это говорит просто о чем? О том, что невозможно так понять, типа человек-убийца или нет. Если бы все было так просто, следствия заканчивались бы за пять минут, а следаки не получали бы зарплату. Вот и все. Типа, это же так не работает. И вот, кстати, он сам тут говорит, ну вот, всегда же есть вероятность, я же не уверен, что это он виноват, всегда есть вероятность, что авария это случайность. А измазанная дверь это сто процентов чуваки из школы богатенькие. Ну сто процентов. Он с такой уверенностью об этом говорил. Ты сам себе противоречишь. Коленька. Не надо так. Наверняка он не смог бы добиться всего, чего добился, если бы не умел производить на других людей нужное ему впечатление. От бесполезных попыток ответить на вопрос, кто виноват, начала пухнуть голова. Она не от этого у тебя пухнет, если честно. Уже давно пора было возвращаться домой и вновь звонить Кагаме. Я направился к выходу из парка, но свернув в тихую аллею, стал свидетелем неожиданной картины. На лавочке сидели Майкл и... О боже! Так это еще и превьюшка! Вот айотик, Кэтрин! Стараясь не шуметь, я подкрался поближе и спрятался в кустах. Ты психбольной просто! Они были уверены, что одни здесь, так что говорили достаточно громко. И мне все было прекрасно слышно. Я понимаю, что для тебя это может показаться неожиданным, но я уже все обдумал. А они же еще оба американцы, то есть они типа могут отучиться и уехать вместе. Произнес Майкл своим обычным ровным тоном, однако я уже достаточно давно его знал, чтобы понять, он нервничает. Мы знакомы всего пару недель. Пару недель? Господи, сколько мы здесь уже, ребята? Мне кажется, мы уже отыграли просто пять лет их жизней. Они только две недели знакомы. А вот Кэтрин явно было не по себе, хотя она и старалась этого не показывать. Мои чувства не изменятся. Так вот оно что! Я стал невольным свидетелем признания в любви, если бы на месте Кати была любая другая девушка. Это даже могло бы показаться забавным. А что здесь забавного? Я сейчас не поняла. Никакун, если ты такой весь из себя, блин, кремень, это не значит, что для другого это признак слабости. Что забавного в том, что парень в 18 лет признается в любви? Это возвышенное чувство. Это смелость признаться вообще-то нормальными словами через рот, а не дергать косички и расстегивать лифчики, когда сидишь сзади за партой. Вот-вот и все, понятно? Вот и закончен разговор. Но сегодня веселиться мне совсем не хотелось. Более того, еще пару дней назад я бы наверняка выскочила из этих кусков и надавал бы Майклу по морде. Он всем хочет надавать по морде. Это какой-то просто, не знаю, смерч-ураган. Человек-драка. Но то ли визит к Кабояше Джуну охладил мой пыл, то ли дело было в чем-то еще. Но я решил сначала посмотреть, чем закончится этот разговор, прежде чем рубить с плеча. Я, конечно, польщена, но... Если дело в Нике, при чем тут Ник? А разве не при чем? Между нами все уже давно кончено. Ее слова ранили меня куда сильнее, чем я думал. Понятно. Сама по себе констатация того факта, что наши отношения закончились давным-давно, и сейчас мы чужие люди, ничего не меняет. Однако я чувствовал себя как инвалид, которому лишь раз в грубой форме указали на его неполноценность. Тогда в чем проблема? Майкл, ты правда думаешь, что это работает вот так? Я не знаю, у меня нет никакого опыта отношений. Кэтрин лишь неопределенно хмыкнула в ответ. Значит, мне не стоит рассчитывать на взаимность? Рассчитывать ты, конечно, можешь, но вот обещать тебе я ничего не готова. Похоже, она просто издевается над Майклом в свойственной ей манере. На секунду мне даже стало жалко парня. Подождите, а в чем здесь издевательство? Она честно сказала, я не собираюсь. Ну, типа, я тебе ничего не обещаю. Он спрашивает, надеяться можно? Можно. Можно что угодно вообще, кроме трех вещей. Ну, типа, никто тебе не запрещает надеяться. Ну и, типа, знаете, всякое бывает в жизни. Бывает, типа, вот тебе чел не нравится, не нравится, а потом внезапно ты такая... Интересно. Ну, нормальный абсолютно ответ. Честный. И, по-моему, тут совершенно нет никакой двусмысленности. Пишите в комментариях, как вы думаете. Я не знала. Я не знала. На секунду, да-да-да, это я уже прочитала. Конечно, вряд ли кому-нибудь понравится, если его бывшая девушка начнет вдруг встречаться с его же другом. Ну да, такое не очень приятно. Но сейчас я скорее был удивлен, чем взбешен. Я поговорю с Ником. Боже мой, да зачем? В натуре зачем? Даже я, сидя в кустах, испытала испанский стыд. Блин, Майкл, зачем ты шкваришься? Он мне кто? Отец, брат, муж, чтобы решать за меня. А муж какого... А брат какого хрена? А... 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 Что вообще? Вот это... Что это вообще? Почему они должны за нее решать? Хоть кто-то из этих людей. Непонятно. Если ты не можешь дать мне ответ, я уже дала... А она уже дала. Ты глухой? То есть нет? Кэтрин крутила головой стороны в сторону, лишь бы не смотреть ему в глаза. И вдруг остановила свой взгляд прямо на моем укрытии. Уверен, что разглядеть меня сквозь плотную зелень Катя никак не могла. Но неожиданно в ней словно что-то переменилось. Во-первых, ребята, знаете, как это работает? Почему подглядывание это тупо? Потому что все работает таким образом, что если вы видите человека, значит человек видит вас. Даже если вы через зеркало там каким-то образом что-то пытаетесь сделать, это так работает. Меня этому научили, когда я в театральную студию ходила. Типа когда там, знаешь, пытаешься из-за кулис подглядеть типа там на зрителей. И нам вот тогда преподаватели сказали, ребятки, ребятки, это работает таким образом. Если вы видите зрителя, значит зритель вас тоже видит. Не надо так делать, пожалуйста. Ну, типа, как можно сидеть в кустах, наблюдать за ними, четко видеть, что она смотрит на твое укрытие и быть полностью уверенным, что видеть тебя невозможно. Как? Как? Ну, ты же ее видишь, значит, и она тебя видит. Ты же не в мантии невидимки в конце концов, или ты черт в Гарри Поттер, я не понимаю. Ты всех девушек вот так вот к стенке припираешь, требуя ответа. Я уже говорил, что у меня в таких делах мало опыта. Так вот что. Тебе нужно поработать над подходом. В каком смысле? Хотя бы постараться больше думать о том, что чувствует сама девушка. И поменьше обращать внимание на то, как ты выглядишь в чужих глазах. Ухмыльнулась она, вдруг понизив голос. Что за томная киса включилась? Если ты так считаешь, Майкл казался озадаченным, как будто его вызвал учитель, чтобы разобрать ошибки в экзаменационной работе. Майкл. Во всех прочих отношениях он всегда производил впечатление спокойного, рассудительного и уверенного в себе молодого человека. Но сейчас, сидя рядом с девушкой, которая ему нравится, он ведет себя, как стеснительный первоклассник на линейке в честь начала учебного года. Ей-богу, даже киоске справился бы лучше. Ой! На себя посмотри, все просрал, сиди там в кустах помалкивай. Нет, мой осторожный американский друг, любовь по учебнику не вызубришь. Ой! Боже! Это кто нам говорит? Человек, который просто вообще в этих делах любовных собаку съел. Я рада, что мы поняли друг друга. Значит, у меня есть надежда. Пути Господни неисповедимы. Ну, вот это вот уже, конечно, вот это... Катюх. Катюха. Не, ну, конечно, да. Ну, я не спорю. Я как бы это и сказала вот чуть-чуть пораньше, что типа, ну да. Кто знает. Все, что угодно может быть. Вот сегодня тебе не нравится человек, а завтра что-то такое взял, понравился. Такое, знаете, это наживное дело, да? Вот. Поэтому как бы вот, ну, не знаю. Так вот прям обижать человека и просто говорить, нет! А потом типа он перестанет на тебя внимание обращать, и ты еще будешь ходить и думать, блин, что-то он сегодня оделся как-то прикольно, прическу какую-то прикольную сделал, приколдесную. Ну, короче, не знаю, не знаю. Мне кажется, никакой двусмысленности в ее словах нет. Надеяться ты всегда можешь на что угодно. Твои чувства и твои мысли это только твоя ответственность, не ответственность человека, на которого ты запал. Пожалуйста, делай, что хочешь. Можешь подглядывать. Ну нет, подглядывать не надо. Можешь любоваться на ее аватарку в соцсетях или его. Можешь надеяться и придумывать имена вашим будущим детям. Ну, это же ничего не меняет. Типа, если человек тебе говорит, ну, сейчас я не готов. Ну, ок. Можешь искать другого. Можешь надеяться дальше. Это только твоя ответственность. Если с тобой хотят быть, тебе так и скажут. Да, я хочу с тобой быть. А если тебе говорят, ну, это уже дальше твоя ответственность. Сидеть и ждать, пока вот это вот превратится во что-то определенное. Ну, или просто забить. Ну, не знаю. Короче, странно. Очень странно. Она, говорит, над ним издевается в своей этой манере. Загадочно произнесла Кэтрин, встала, улыбнулась и медленно прошла мимо кустов, в которых прятался я, но даже не посмотрела в мою сторону. Пожалуй, театральность в конце была излишней, но, видимо, Кате все же удалось произвести на Майкла впечатление, потому что он еще достаточно долго после ее ухода сидел в полном одиночестве и о чем-то размышлял. А ты, придурок, сидел еще очень долго в кустах, смотрел, как он сидит в печали. Кринж этой сцены зашкаливает. Я так считаю. Мне стало не по себе от того, что я его вижу, а он меня нет. Ну, все, выходи. Однако, одно дело подслушивать разговор двух людей, их поведение не сильно меняется от того, следят за ними или нет. А вот наедине с самим собой человек зачастую может позволить себе больше, чем у всех на виду, но не Майкл. Он сидел недвижно, недвижимо, почти как мыслитель Родена, а затем просто... Ой, или Родена, блин. Наверное, Родена с ударениями. Все плохо у меня в иностранных этих ваших словах и именах, тем более. Почему-то есть вот на слуху вот это вот. И почему-то не могу вспомнить, как правильно поставить ударение. А затем просто встал и уверенно направился к выходу из парка. Вообще, конечно, мне совершенно не следовало в этом участвовать. Теперь уж точно вместо решения насущных проблем буду весь день думать о Кэтрин. Как будто бы это что-то изменило вообще. Кэтрин, Кэтрин, Кэтрин. Я выскочила с своего укрытия, подбежал к тому месту, где она еще недавно сидела с Майклом. И что есть силы пнул ногой ни в чем не повинную скамейку. А-а-а! И сделал это, конечно, неудачно, чуть не сломав попутно палец. Я, кстати, начала бегать. У меня так болит палец большой на ноге. Это просто вообще триндец. Потому что я тоже споткнулась. Я закрыл за собой дверь и с трудом снял обувь. Казалось, что меня не было дома целый день, а часы тем временем ему прямо показывали два. Все еще немного мутило после вчерашнего виски и хотелось просто завалиться в кровать да поспать до вечера. Однако сначала надо было решить вопрос с Кагаме. Разобраться, почему у нее в ресторане никто не берет трубку. Но только я подошел к телефону, как он сам зазвонил. Отлично, наверняка это она. Алло? С воодушевлением ответил я. Привет, Ник. А, привет. Ну, это оказалось всего лишь Элли. И вот скажите мне, что после этого вы не хотите оставить его девственником. Всего лишь Элли. Слышал вы меня сейчас, кезки? Чего ты такой недовольный? Да нет, все в порядке. Точно? А по голосу и не скажешь. Конечно, некоторые вещи в моей жизни были не в порядке, отчасти и по ее вине. Совершенно точно. Постарался я звучать приветливее. Ну ладно тогда. Я чего звоню-то? Ты подумал над нашим предложением? Похоже, она изрядно волновалась. Каким предложением? Ну как же. Насчет того, чтобы стать басистом Зетфилс? А-а-а-а-а. Протянул я. Этот момент. Сегодня совершенно вылетел у меня из головы. С самого утра начала сначала Кагимару, затем ее же собственный дед, и, наконец, Кэтрин упрямо отвлекали меня от столь важного вопроса. Однако Элли ждала ответа. Я ведь сказала, что подумаю, и я думаю. А долго еще думать будешь? Ее не совсем уместная настойчивость начала раздражать. Вы же сами дали мне время до понедельника. Да, конечно, но может ты уже решил? Знаешь, Элизабет, я сегодня весь день был занят более важными вещами. Например, общался с твоим дедом. Не то чтобы я собирался скрывать от нее сам факт этого разговора, но возможно именно сейчас разум не было бы промолчать. Господи, что на этот раз? В ее голосе я услышал скорее раздражение, чем удивление. Ну, ему известно, что я вчера был у вас на репбазе. Эли ответила не сразу. Извини, я знала, что его люди следят за нами, но из-за этого никуда не у... Но из-за этого никогда ни у кого не было никаких проблем. Извини, если тебе... Да нет, это не проблема, он просто побеспокоился о своей внучке, я понимаю. Беспокойство и контроль разные вещи, наверное. Он еще что-то говорил? Стоит ли пересказывать ей весь наш разговор или стоит на этом остановиться? Да знаешь, не особо. Но она меня уже не слушала. Какое право он имеет полностью лезть в мою жизнь? Я отлично учусь, занимаюсь дополнительно, готовлюсь к поступлению в институт. Все, как он хочет. И даже последнюю отдушину он пытается у меня отобрать. Я думаю, дело в... Если раньше... Он не вмешивался в ее музыкальную карьеру, то что изменилось сейчас? Ты понимаешь, как это подло? Понимаю, конечно, согласился я. Что угодно, лишь бы она успокоилась. Извини еще раз, я обязательно с ним поговорю, и Кабояши Корпорэшн тебя больше никогда не побеспокоит. Хотелось бы, конечно, но верилась в это с трудом. Не надо, честное слово, я уже забыл об этом. Ник, если это как-то повлияет на твое решение... После небольшой паузы произнесла она озабоченно. Обещаю, никак не повлияет. Я уже жалел, что вообще рассказал ей об утреннем визите к ее деду. Тогда я позвоню... Завтра? Не надо, я сам тебе позвоню, хорошо. Блин, почему-то... Блин... Я не знаю, вот из всех этих девчонок, вот из всех, мне очень импонирует Элли. Ну, она, типа, не знаю, она какая-то душевная. Правда, она немножечко с этим, с жизнь без Никакуна будет намного лучше, правильно? Это сейчас ей будет казаться, что ей больно, но потом, когда она выйдет замуж за прекрасного мужчину, который будет ее любить и уважать, она будет смеяться над этой ситуацией. И все, да? Правильно? Мы делаем ей больно, чтобы ее спасти, да? Давайте скажем, не надо, я сам тебе позвоню. Блин, она... Нееет, я... Нет, ты хоть... Я думала, типа, она обидится, ну, потому что она предложила же позвонить. Блин, видимо, я вот по себе сужу. Типа, если бы со мной согласились, ну, я бы... Ну, так и это... Ну, я бы подумала, что ну да. А так, типа, я бы просто, если бы я сказала, я тебе завтра позвоню, а мне бы сказали, не-не-не, я сам тебе позвоню, я бы решила, что меня отшивают, я бы решила, что ну да, ну да, конечно, позвонишь, естественно, ты весь такой занятой, и никогда ты нахрен не перезвонишь. Вот так я бы решила. А она почему-то решила, что это вот хорошо. Ну, кто знал? Блин. Коротко ответил я. У тебя же нет моего номера. Она продиктовала, и я записал. Только не затягивай. И, не дав мне вставить ни слова, прощалась. До связи. Поведение типа А, да? Что такое поведение типа А? Поведение типа А. Ряд личностных особенностей, наличие которых повышает вероятность возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Данный тип поведения связан с такими личностными особенностями, как напряженная борьба за достижение успеха, легко провоцируемая раздражительность, агрессивность, а также чувство постоянной нехватки времени. Это про кого? Я не понял. Несмотря на очевидные противоречия, я всегда сам считал себя активным человеком. Но такой напор и неуемная энергия со стороны Эли кого угодно утомят. Неужели в Токио нет других басистов? Да любой, кто играет дольше недели, уже лучше сгодится на эту роль. Может быть, дело в другом? А может и в другом. Только ты этого не заслужил, гнида. Я вышел на кухню, открыл холодильник, долго смотрел внутрь. У меня так дедушка все время делает. Мы все время шутим над тем, что типа он ждет, пока еда выпрыгнет на него. Из холодильника он открывает и смотрит. Но он просто типа не придумывает заранее, что он хочет. Он стоит, смотрит. Затем закрыл и взял с полочки пачку орешков. И так сойдет, многоточие. Субботние телевизионные передачи не могли развеять мою скуку. Исторические программы, бесконечные странные шоу и аниме. Вот это казалось до омерзения пошлым. А все это до омерзения казалось пошлым и бессмысленным. Возможно, я просто пытался как максимум открыть экран с аудиовизуальными помоями, чтобы отвлечь себя от неприятных мыслей. И так Элли, ее дед и его вопрос о том, есть ли у нас отношения. Кажется, еще вчера я хотел отношений только с одной девушкой на свете. Но теперь даже случай в парке как будто оставил меня практически равнодушным. Как это нифига себе, ты просидел там 40 минут. Ничего себе, равнодушные люди так не поступают. Может быть, чтобы начались хоть какие-то изменения к лучшему, мне необходимо была настоящая встряска и новые знакомства. Если, конечно, я вправе говорить о том, что отпускаю Кэтрин, как об изменениях к лучшему. Но было и что-то еще. Точно, блин, Кагамы. Я вскочил и бросился в прихожую. Но даже не успел взять трубку. Меня остановил дверной звонок. А вы популярны сегодня. Наверняка это она. Но сейчас узнаем, что случилось с телефоном в ресторане Дары Моря. Ну это оказался всего лишь Майкл. Да ты задолбал всего лишь. А, это опять ты. Ну... Дебил. Дебил. Проворчал я разочарованно. Я тоже рад тебя видеть. Почему опять? Неважно. Ты по делу или просто так. Вообще-то по делу. Давай только быстро. Я сейчас немного занят. Он с сомнением заглянул мне через плечо в пустой дом. Это насчет Кэтрин. Кэтрин, Кэтрин, Кэтрин. Кажется, она четко сказала ему не лезть ко мне с выяснениями отношений. А что с ней? Я могу войти? Можешь, конечно. Проворчал я, даже не пытаясь скрыть раздражение многототи. Ну, такой равнодушный. Меня вообще эта ситуация в парке оставила таким равнодушным, что даже вообще у меня равнодушие, оно, понимаете, оно прет из моих равнодушных ушей. И вообще, я так равнодушно презираю своего друга, которого просто вчера готов был обнимать и вообще прекрасно проводить с ним время. Ну, я такой равнодушный ко всей этой ситуации. Ну, просто жесть вообще. Хэштег равнодушие. Чай, кофе? Нет, спасибо. Он терпеливо делал вид, что не замечает моего сарказма. Тогда я тебя внимательно слушаю. Я сегодня разговаривал с Кэтрин. Рад, что она хоть с кем-то разговаривает. Ой, что ты вообще знаешь про то, с кем она там разговаривает? Ты ее не видел 15 тысяч дней вообще. Ник, она мне нравится. Поэтому я и пришел. Понимаю, что у вас в прошлом были отношения, но сейчас их нет. Наконец, Майкл проявил хоть какие-то эмоции и нахмурился. Ты, кажется, совсем не удивлен? Да по тебе ведь сразу все видно было. Ох ты, гнида! Он даже не может, типа, просто из уважения к другу притвориться, что он не знал. И ладно, если там спалился, что знает, не имеет даже смелости сказать, что он слышал. Да я его тебе сразу... Кошмар! Мой голос звучал неуверенно, но не рассказывать же ему, что я подслушивал их разговор. А может быть тогда не подслушивать разговор, если ты не хочешь в этом признаваться? Какой ты проницательный. Я раньше не замечал. У тебя с этим проблемы? Нет, это просто наблюдение. Майкл начинал выводить меня из себя, сознательно или нет. Многоточие. Продолжим. Если ты не против, то я хотел бы попытаться. Тебе нужно мое разрешение. Я должен знать, что между нами после этого ничего не изменится. А ты не чувствуешь, что уже что-то поменялось? Что-то такое, знаешь, в воздухе. Говна вот запах в воздухе, мне кажется. Поначалу я не понимал, на кой черт он вообще все это затеял. Казалось, что Майкл застрял в идеалах рыцарства устаревших лет на 500. Но тут до меня дошло, что дело обстоит куда как банальнее. Он всего лишь пытался предусмотреть все возможные варианты развития событий. Если Кэтрин согласится, то кто-то может подумать, что он нагло воспользовался временной размолвкой влюбленных. Мы же в Японии в конце концов. А так с него и взятки гладки. Дозволение дано, претензий не имею. То есть тебе нужно не мое разрешение, но мое благословение? Ухмыльнулся я и зачем-то поставил чайник на плиту. Думаю, от выбора формулировки суть не меняется. Да, только вот я тебе не священник, чтобы отпускать грехи. Если ты так на это смотришь, я просто не вижу смысла в этом разговоре. Значит, ты против. Господи, какая разница, против я или за? Если я скажу, что против, ты отстанешь от нее? Отстанешь от... Мне нужно знать заранее. Ты не ответил на вопрос. В конечном счете решать все равно Кэтрин. Ну и какого хрена мы тогда тут обсуждаем? Чуть не закричал я. Наверное, дело было не только и не столько в Майкле, а в том, что он своим глупым допросом вновь разбередил мою душевную рану. Мысли об Элле и Кагаме помогали мне в последнее время избежать нерешенного вопроса с Катей. И самое главное, меня все устраивало. Возможно, я бы даже хотел, чтобы такое положение вещей сохранилось навсегда. Кэтрин продолжает существовать в некой суперпозиции. Между нами вроде бы все давно окончено, но в то же время вот она, на расстоянии вытянутой руки. Подойди да заведи какой-нибудь глупый разговор о погоде. Какая гнида. И сам не ам, и другим не дам. Вот это... Вот это какое... Это же вообще... Ник, я пришел к тебе как друг. Вот как. И что бы ты сам ответил, если бы мы поменялись местами, зависит от того, что бы я чувствовал в тот момент, что бы он чувствовал. Проворчал я и снял кипящий чайник с конфорки. Но ведь Майкл тоже по-своему прав. Кто это по-своему? Ну, он типа, конечно, очень странно поступает, что он вообще у какого-то левого типа спрашивает за девушку. Ну, это очень-очень странно. Очень странно. Ну, как бы ничего особенно криминального в этом нет. Ну, захотел человек там все какие-то вариантики просчитать, обкашлять вопросик. Ну, пускай. Ну, господи, ну что? Никакие... Ничего криминального, если честно. Ну, что значит по-своему прав? По-своему. Вряд ли мой ответ действительно на что-то повлияет. Скорее, я просто не решаю сам себе признаться в том, что боюсь двигаться дальше. Знаешь, я очень рад, что она вернулась. Нет, серьезно. О? Вскинул брови он. Потому что иначе я бы еще бог знает, сколько лет страдал из-за человека, которого не существует. Не существует? Ты думаешь, что знаешь ее? О, боже! Неужели сейчас он скажет вот это дерьмо? Типа, ты, конечно, да, давай. Но, как бы, она не так им кажется. Или, типа... Что там еще вот гадкое говорят? Типа, даешь за мной отгрызенное яблоко там? Нет, но хочу узнать. Смотри, не разочаруйся. Вот какой... Ой, какой... Вот желчь-то из него прет! В тебе говорит обида. В нем говорит отсутствие мозгов. И говеный характер. Да, Миша, точно, обида. Завелся я. А что я должен чувствовать в подобной ситуации? Я ведь живой человек, а не биоробот, как ты! Майкл никак не отреагировал на мою колкость. Похоже, он пришел сюда с бесконечным запасом терпения. Так что разбирайся с Кэтрин сам и меня в это не втягивай. Это значит, что ты не против наших отношений. Да как угодно, плевать! Махнул я рукой. Тогда не смею больше задерживать. Выход я найду. От этой показной манерности меня всего передернуло. И пришлось сделать над собой немалое усилие, чтобы не запустить ему вслед чем-нибудь тяжелым. Многоточие. Какая гнида, господи. Какая гнида! Ужас! Итак, что в итоге только что произошло? Ты наговнился на своего друга ни за что. По поводу девушки, с которой ты уже не встречаешься. И которая что тебе, что ему, как бы ясно дала понять, что ее все это не интересует. В общем, вы два истерика, что я могу сказать. Вот что произошло. Я отказался от надежды когда-нибудь вновь сойтись с Кэтрин? Хотя это объяснение было самым очевидным. Что-то в нем все же мне казалось капитально неверным. Если бы Кэтрин начала встречаться с кем-нибудь другим. Или встречалась бы раньше в Америке. Разве способен был бы этот факт сам по себе изменить мои чувства? Вряд ли. Вот о чем и речь. Твои чувства, только твоя ответственность. И с кем там человек встречается, разговаривает, сидит на лавочке в парке. Это ничего не меняет. Твои чувства, это только твои чувства. И ответственность за них ты только сам несешь. Никто не заставляет тебя себя любить. Никто не заставляет тебя по себе страдать. Просто угомонись уже, конченый ты, никакун. Скорее он бы просто подкинул дровишек в топку самобичевания, но не более. Однако сейчас я чувствовал не тоску или грусть, а обиду. Как будто у меня отнимают что-то важное. Отнимают Кэтрин. Блин, но ведь она сама с успехом с этим справилась полтора года назад. Ну, ты вообще кисель, блин, полтора года назад это было. Нет, вернее будет сказать, что я сам у себя отнимаю те чувства, которые причиняли мне боль так долго. И что самое страшное, где-то в глубине души мне это нравится. Словно скидываю пудовый мешок со старым хламом с плеч. От беспокойных рефлексий появилось чувство пульсирующего давления в голове, словно в черепную коробку засунули сдутый мяч и принялись его накачивать. Вот мы так каждый раз себя чувствуем, когда ты изливаешься вот этими вот своими рефлексиями на 15 часов. К счастью, я не страдал. Что за непонятные слова? Не страдал солипсизмом. Вот лучше бы эти слова как-то выносили бы вот куда-нибудь. Что такое солипсизм? Я реально честный, я не знаю. Это какие-то интересные термины уже пошли. Солипсизм. Что это такое? Философская доктрина и позиция, характеризующаяся признанием собственного индивидуального сознания в качестве единственной и несомненной реальности и отрицанием объективной реальности окружающего мира. Ты-то не страдаешь с солипсизмом? Мне кажется, вот кто-кто, а ты как раз вот этим-то и страдаешь. Я даже не знала такого слова. Но теперь я знаю и точно уверена, что как раз этим-то ты и страдаешь. В общем-то, в общем-то, вообще, наверное, в какой-то степени мы все этим страдаем. Ну, типа, наше сознание, это же, это же, ну, такое, типа, мерило, которое, как сказать, ну, типа, у нас ничего другого нет. Типа, вот как говорят, там, по себе людей не судят. Мне кажется, только по себе и судят. А как по-другому? Ну, типа, у тебя нет другого, более подробного примера. Как ты, ну, мне кажется, полноценно прям поставить себя вот в полной мере на место другого человека почти невозможно. То есть можно только пытаться постоянно расширять свои какие-то границы вот, вот своего там какого-то сознания, пытаться быть более открытым, толерантным. Вот это вот всё. Ну, в конечном-то итоге ничего, кроме своего собственного сознания, у тебя ведь нет. Капец, как сложно, как сложно жить. Поэтому, наверное, можно сделать вывод, что мы все, ну, отчасти, хоть в какой-то степени мы всё равно же этим страдаем. Интересно, очень интересно. Так, и понимала, что окружающий мир продолжает существовать, не обращая внимания на мои метания. Многоточие. Однако телефон Кагаме всё так же молчал. Я не на шутку разволновался и уже решил, что без моего личного присутствия в ресторане Дары Моря никак не обойтись. Ну, а что, если всё в порядке, и это просто какие-то проблемы на линии? Я представил недовольное лицо Кагаме, а в голове зазвучал её возмущённый голос. Нет, пока рано паниковать. Многоточие. Однажды недруг спросил сороконожку, готовить что-то самому уже не было ни сил, ни желания, и умения, видимо, потому что Кагаме, это химицу не приходит. С барменом мы виделись только вчера, так что я решил посетить ещё один знакомый ресторан, куда изредка захаживал. Он был дороже, но в то же время являлся именно что рестораном, а необычной забегаловкой с раменом. Конечно, цены кусаются, ну и готовят соответственно. Как будто бы цены готовят, да? Как будто надо было написать, типа, готовят там соответственно. Придираюсь, придираюсь. Наевшись до отвала, я медленно брёл по городу, не разбирая направление. Остановился около музыкального магазина и некоторое время бездумно глядел в витрину. Если я всё-таки соглашусь на предложение Эли, то, возможно, стану здесь завсегдатым. Но можно ли даже думать о таком после разговора с Кабояши Джуном? За спрос денег не берут. Я решил всё же зайти, но в дверях столкнулся с каким-то молодым парнем, явно не японцем. Парень, простите, сказал он по-английски. Ничего. Мы попытались разойтись, но проход оказался... Мы попытались разойтись, но проход оказался слишком узким для двоих. Я уступил ему дорогу, но парень вдруг остановился и прищурился. А мы не знакомы? Не думаю. У него была совершенно обычная внешность. И при других обстоятельствах я бы вполне мог его не запомнить. Но всё же мы встретились в Токио, а не, например, в Берлине. Точно. Ты был на днях у нас на концерте. Нет, ты меня с кем-то путаешь. Я в последнее время на концерты не ходил. Да? Он подошёл ближе и заглянул мне в лицо, отчего стало не по себе. Пожалуй, ты прав. Тогда извини. Широко улыбнулся парень и собрался уходить. Погоди, а кто играл? Он назвал группы. Ого! О, жаль, что я не знал. Ты так... Так бы обязательно зашёл. Любишь музыку? Хотя, если мы встретились в музыкальном магазине, то отчего это я? Да я больше как слушатель. Меня, кстати, Эд зовут. Протянула мне руку. Ник. И что, Ник? Сам, значит, не играешь. Тут же в основном музыкальные инструменты продаются, а не кассеты. Его слова почему-то меня смутили. И я нервно захихикал. Да, понимаешь, я иногда бас мучаю. Ничего серьёзного больше для души. Но вот недавно меня позвали в одну группу. И зачем я ему это рассказываю? Может быть, только потому, что он абсолютно посторонний человек, которого я больше никогда в жизни не увижу. Вот этот посторонний человек, которому в визуальной новелле дают имя. И ты согласился? Пока думаю. Так зачем же дело стало? Широко улыбнулся Эд. И у меня вдруг появилось чувство, что мы уже сто лет знакомы. И есть причины. Не музыкального характера. Понимаю. Я вот сейчас в туре со знакомой группой. Уже столько всего насмотрелся. Человеческие отношения порой бывают даже важнее чисто творческих моментов. Наверное, у меня мало опыта в подобных делах. Значит, в этой группе играет кто-то знакомый. Вроде того, близкий. Мы познакомились совсем недавно. Но она тебе нравится. Да причем тут... А как ты узнал, что это девушка? У тебя на лице все написано. Глубокомысленно хмыкнул он. Да дело не в том, что кто кому нравится. Тут скорее... Конечно, я не мог ему рассказать, в чем на самом деле состоит проблема. Их продюсер считает, что мне не место в этой группе. А ты сам как считаешь? Да кого волнует мое мнение? Тебя? Я задачно вздохнул. Нет, он просто не знает все ситуации. Поэтому и дает шаблонные советы. Если бы у них был другой продюсер, ты бы согласился? Другой продюсер? Ну, это невозможно. Засмеялся я. Но тут же задумался. А ведь действительно. Если бы Элли не была наследницей Кабояши Корпорейшн, представить Зетфилс обычной подростковой группой за репетиции, которой не следят неулыбчивые господа в черных костюмах. Вот я предлагаю нам с вами представить это уже в следующей серии. Потому что время у нас вышло. И рефлексия, значит, как сказать, на сегодня вот этот лимит исчерпан, я так думаю. Что ж, ну, конечно, интересно заворачивается. Интересно. Слушайте, я, по-моему, бесконечное лето прошла намного быстрее. Но там как-то странно было все сделано. Что там, типа, я какой-то неправильный выбор сделала. И для меня игра закончилась раньше, чем должна была. И, в общем, как-то это было странно. Здесь вроде все в этом плане сделано немножечко поумней. Поэтому я даже не знаю. Такое ощущение, как будто сюжет вот только-только начинается, да? А мы это уже 13 серия. Так странно. Не знаю. Короче, так просто прикол в том, что я даже почему-то не могу предположить, сколько нам еще с вами играть. Если вы знаете, то... Да не пишите. Нет, знаете, я хочу быть в неведении. Хочу не знать. В общем, как всегда, пишите в комментариях, как вам эта серия, как вам игра. Всякие рефлексии... Рефлексию свою тоже можете выливать ко мне в комментарии. Где, как говорится, ей еще быть, как мне там. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки и присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!